Моя поговорка написана в английском, поэтому, если вы не беспокоите, я бы хотел говорить в русском. И я пытаюсь говорить более слабо, и я надеюсь, что все будет очевидно. Шот-скетч. Мы рассмотрим, во-первых, основную теорему Фадеева-Марченко, этой теории. Затем обсудим так называемый коэффициент отражения А, АОВ, Б. И предложим, вернее, рассмотрим так называемый функционально-теоретический подход к решению этой задачи, который был предложен Захаровым и Шабаком в свое время. Ну, обратная задача, основная теорема Фадеева-Марченко состоит в следующем. Значит, мы рассмотрим уравнение Штурма-Лиу-Вилли спектральным параметром Кэй на всей оси в классической постановке, когда на потенциал накладывается вот это условие. Центральный результат этой теории был получен и развит Фадеевым, Марченко, частично Левитаном, и изложен, например, вот в этих монографиях. Марченко, 77-го года Левитана и Юрко. Самая одна из последних монографий в этом направлении. Собственно, интерес к этому докладу вызван тем, что я буду оппонировать в следующем году докторскую диссертацию ученика Юрко. И чтобы, так сказать, освежить материал, которым мы с Жура, с автором занимались лет пять назад, я включил как тему этого доклада. И там потом в процессе подготовки выяснилось, это я буду говорить подробно, что в той статье, в которой пойдет дальше речь, есть пробелы. И вот эти пробелы как раз будут заполнены тем материалом, который будет далее излагаться. Итак, мы будем предполагать, в общем случае дискретный спектр состоит из нескольких точек на отрицательной полуоси. Их учет не представляет трудностей, поэтому мы будем считать в дальнейшем потенциал Q такой, что только непрерывный спектр, дискретный спектр отсутствует. Рассмотрим так называемые функции ЙОСТа, F1 и F2, которые удовлетворяют уравнению Штурма-Лиувилля с заданными асимптотиками на бесконечности, на плюс бесконечности и минус бесконечности. Они определяются единственным образом и в частности связаны вот этим соотношением. Для фиксированного K и NOT equal to zero пара функций F1 и F1 комплексно сопряженные образуют фундаментальную систему для нашего уравнения, и поэтому имеется вот такая связь между этими функциями с некоторыми коэффициентами А и Б. Свойства этих коэффициентов, дальше пойдет об этом речь, хорошо изучены, и обратная задача состоит в том, что по заданным коэффициентам А и Б восстановить потенциал Q. В этом и есть обратная задача. Хорошо известно, что функции ЙОСТа представляются вот, имеют такие интегральные представления. F1 и F2, где ядра ожитые абсолютно сходятся, интегралы абсолютно сходятся и удовлетворяют вот этим знаменитым интегральным уравнением, где F1 и F2 определяются по коэффициентам А и Б по этим формулам. Ну, в частности, я обращаю внимание, что для верхнего знака F1 просто преобразование Фурье отношения B делить на А. Это я, пока все хорошо известный результат. Вот основные свойства, которые удовлетворяют коэффициенты А и Б. То есть они должны быть выполнены, если мы решаем обратную задачу. Значит, во-первых, свойства симметрии. Это свойство 1. Асимптотика на бесконечности. Свойства 2. Вот это соотношение, которое вытекает из фундаментальной системы, если рассмотреть в Ранскиан. И, наконец, поведение в нуле. Асимптотика в нуле. Значит, кроме того, хорошо известно, что сами функции А и Б представляются, имеют интегральное представление вот такого вида. Вот здесь от нуля до бесконечности, тут по всей оси, и с некоторой функции А и Б суммируемы на всей прямой. Ну, в частности, это представление говорит о том, что функция А аналитически продолжается в верхней полуплоскости. Ну, между прочим, вот то соотношение, которое... Вот первое соотношение из 3 показывает, что функция, как мы увидим, зета А от зета, аналитически продолжается в верхнюю полуплоскость. И поскольку мы предполагаем отсутствие дискретного спектра, это продолжение не имеет нулей в верхней полуплоскости. И вот основная теорема Фадеева-Марченко следующая. Пусть функции А и Б непрерывны при К, не равном нулю, удовлетворяют условиям 1, 3. И функции Фжитые, которые определены по А и Б, как указано выше, непрерывно дифференцируемы и удовлетворяют вот этим соотношениям. Тогда интегральные уравнения для ядер Ажитых однозначно разрешимы. Функции Фжитые, определенные по этим ядрам, удовлетворяют уравнению Штурма-Леувиля, то есть являются функциями Йоста. И коэффициент Q, потенциал нашего уравнения Штурма-Леувиля, восстанавливается вот по этим формулам. Это центральная теорема всей теории. Ну, Левитан заметил, правда, когда я делал доклад на семинаре Смирнова в Питере, то мне поправили, сказали, что это еще ранее заметил Фадеев, Людвиг. Что в действительности, в основной теореме, главную роль играют не сами коэффициенты А и Б, а их отношения. Бэк А. И сама теорема может быть переформулирована по отношению к этому коэффициенту. Ну, вот в силу первого условия Ф3, помните, там была связь между модулями А и Б. Эта связь означает, можно переформулировать в виде вот такого соотношения. Это означает, что реальная часть логарифма от аналитической функции выражается через логарифм от 1 минус модуль r квадрате. И поэтому сама аналитическая функция в верхней полуплоскости восстанавливается формулой Шварца. И это является ключевым моментом. Вот это формула Шварца. И, как мы помним, Ф1, как я уже отмечал, вот отмечал та функция, которая выражается через А и Б, в действительности это преобразование Фурье функции r. Поэтому мы можем восстановить функцию f1 и через эту функцию f1 восстановить потенциал q, найти решение А1 ядра из интегрального уравнения и, соответственно, восстановить потенциал q. Поэтому можно исходить из этой функции r от k. Ну, из свойства 1, 3 сразу следует вот это свойство симметрии. И, кроме того, при k не равном 0, r по модулю меньше 1. В частности, если, кроме того, из свойства 3 следует, что если предел r от k при k, стремящемся к 0, существует, то r от 0 будет вещественной и, кроме того, не может равняться 1. Это в силу второго условия в третьем свойстве. И Левитан в известной своей работе в матсборнике 79-го года описал подробно те условия на r от k, которые обеспечивают выполнимость основной теоремы Марченко, Фадеева Марченко. Вот эта теорема. Я не буду сейчас ее обсуждать, потому что мы сейчас приведем более точный вариант, нужный нам в дальнейшем. Он основывается на свойствах интеграла типа Каши, что, кстати, исследовал и Левитан. Вот интеграл типа Каши и соответствующий сингулярный оператор Каши С на этой прямой. Значит, Сμ на множестве G, которое может быть как ограниченным, так и нет, обычное пространство Гельдера. Дальше роль G будет играть либо сама прямая, либо верхняя или нижняя полуплоскости. И мы рассмотрим весовые пространства Гельдера. Вот исходя из вещественного числа лямбда, мы введем такую весовую функцию, здесь стоит модуль Z, опечатка, и введем пространство С лямбда и С мю лямбда G с особой точкой, с особым поведением на бесконечности. Вот по таким нормам. С лямбда – это О большое от Ро минус лямбда, такое поведение на бесконечности. А С мю лямбда – это класс тех функций, для которых принадлежит С лямбда, и вот эта полунорма конечна. То есть фи мы умножаем на Ро мю минус лямбда, и эта функция должна удовлетворять условию Гельдера с показателем мю на всей прямой. Аналогичное пространство дифференцируемых функций вводится С н лямбда вот этими условиями и соответствующее пространство С н мю лямбда. И справедлив такой результат. Теорема 1. Пусть лямбда между нулем и минус единица, тогда оператор интеграл типа Каши определяет ограниченный оператор с прямой на полуплоскости пространства С мю лямбда. Соответственно, сингулярный оператор С ограничен в этих пространствах и справедливая формула Сахотского племеля. Если функция принадлежит С мю дельта, где дельта находится минус 2, между минус 2 и минус 1, то есть больший 0 на бесконечности, то сингулярный оператор С фи представляется в таком виде, где эта вот комбинация уже ограничена в пространстве С мю дельта, то есть выскакивает вот этот асимптотический член с таким коэффициентом С, С. И вот на основе этой теоремы мы полностью опишем условие на вот этот коэффициент R, который обеспечивает выполнимость основной теоремы Фадеева-Марченко. Значит, пусть функция R от T принадлежит классу С мю дельта, где дельта находится между минус 2 и минус 1, удовлетворяет условию 4. Я напомню, что это условие симметрии и вне 0 по модулю меньше 1. И кроме того, либо R от 0 по модулю меньше 1, либо R от 0 равно минус 1. Это вытекает из условия 3 основного. И, наконец, мы требуем, чтобы вторая производная от модуля R в 0 была отлична от 0. Тогда функция А, определенная вот по логарифм единица минус модуль R в квадрате, и B, равная R А, удовлетворяют всем условиям 1, 3. При этом функция имеет заданную асимптотику в точке T, равной 0. И функция единица минус вот эта вот разность принадлежит С мю дельта R в бесконечность. И я обращаю внимание, что вот те условия на преобразование фурье F1, которые требовались, условия, чтобы F1 была непрерывно дифференцируема, суммируема, и еще суммируема с весом X по модулю, эти условия могут быть выполнены при дополнительных условиях гладкости на функцию R. Вот если функция R принадлежит С3 дельта, то при заданном дельта между минус 2 и минус 1 все эти условия суммируемости будут автоматически выполнены. И таким образом все условия основной теоремы Фадеева-Марченко будут удовлетворены. И вот далее мы переходим переходим или не переходим да может быть вытащить и вставить? Переходим к функционально-теоретическому подходу. Он основывается на совсем других идеях на исследовании функции ЙОСТа аналитически продолженной верхнюю полуплоскость, которая удовлетворяет так называемой задачи Маркушевича. И вот мы сейчас как раз это обсудим. Значит, пусть функция R от T удовлетворяет условиям теоремы 2, о которой мы говорили. И коэффициенты А и Б построены исходя из этого отношения А и Б. Помните, А продолжается как формулой Шварца верхней полуплоскости по R логарифм логарифм единица минус модуль R в квадрате А, B это R, А. Таким образом, коэффициенты А и Б нам известны. И мы хотим определить функции Йоста F1 и F2. Но исходя вот из их интегральных представлений, удобно не рассматривать не функции F1 и F2, а функции F1 и F2, представленные в этом виде. Тогда то интегральное представление для функции Йоста переходит в такое по отношению к F1 и F2. То есть фактически F1 и F2 это преобразование Лапласа от функции А1 и А2. И значит, если мы функции F1 и F2 найдем заранее, то мы найдем А1 и А2 и, соответственно, восстановим потенциалку. Значит, из этих представлений вот видно, что функции F2 аналитически продолжаются в верхнюю полуплоскость и исчезают на бесконечности. И вот то основное соотношение между F1 и F2 оно приводит к таким соотношениям между F1 и F2 на вещественной оси. Вот это и есть по существу задача Маркушевича. Сейчас мы об этом подробнее. Если ввести вот эти обозначения, то есть R0 от K это R от K умноженную на такую экспоненту, теперь мы рассматриваем, мы точку X фиксируем и рассматриваем функции, которые зависят только от K. как бы зависимость от X пока не указываем. И введем такую правую часть G0. Тогда наше равенство можно переписать коротко вот в таком виде. Вот это соотношение между F1 и F2. Если мы функцию F2 продолжим перенесем в нижнюю полуплоскость вот по этой формуле, то мы получим как раз задачу Маркушевича Пси плюс минус Пси минус это R0 на Пси с чертой комплексно сопряженная Пси минус плюс G0. Эта задача конечно исследовалась. я вернусь. Эта задача исследовалась, в частности исследовалась Боярским. Но предположение, что она принадлежит так называемому эллиптическому типу, когда модуль R0 по модулю меньше Q меньше единицы. А самый интересный случай, который как мы видим, это когда R0 от нуля равен минус единице. И поэтому обычный этот случай был не изучен ранее. Конечно, эту задачу мы можем свести к одному сингулярному уравнению. Если мы введем вот эту плотность Фи0 Пси плюс минус Пси, то Пси восстанавливается интегралом типа Каши и в силу формулы Сахотского племеля сразу мы получаем уравнение Н. сингулярное уравнение с комплексным сопряжением. Вот это уравнение было получено как раз Захаровым Шабатом, но которое, тем не менее, не было исследовано. Ну вот, следуя теоремам и 1 и 2, было бы естественно это уравнение изучать в классе цемью лямбда, где лямбда находится между минус 1 и 0. Но вот тут как раз обнаружился тот пробел, о котором я говорил в начале. Вот умножение на такой осциллирующий множитель, х у нас фиксировано, он рассматривается как функция Т. Он выводит из весовых классов Гельбера. Вот это огромная неприятность. И поэтому вот та работа, которая была, это нами было не замечено вот 5 лет назад, и те результаты, которые были получены, требуют исправления. то есть мы в предположении, что этот множитель не выводит из класса, доказывали однозначную разрешимость вот этого сингулярного уравнения с комплексным сопряжением ну с помощью одной такой находки, о которой я буду говорить позже. выход из этого положения мы будем искать в переходе от весовых классов Гельбера к весовым LP пространствам. Значит, мы введем весовое пространство LP лямбда по аналогии с пространством C мю лямбда. Значит, это пространство всех суммируемых, локально суммируемых функций, для которых конечно вот эта норма. То есть при случае лямбда равной нулю это просто LP пространство относительно меры dt делить на t. А LP лямбда получается умножением LP 0 на ρ лямбда, если говорить кратко. Ну, при лямбда равном минус единице на p оно, конечно, совпадает со всем пространством LP. И вот мы будем рассматривать семейство это пространство LP лямбда, когда p больше единицы, а лямбда находится между минус 1 и 0. Ну, пространство аналитических функций, которые отвечают c мю лямбда на прямой, это пространство c мю лямбда в полуплоскости. А пространство, которое отвечает LP лямбда на прямой, отвечает пространство харди весовые в полуплоскости. Вот эти пространства, весовые пространства харди мы определяем вот по этой норме. Это немножко непривычное определение, потому что при лямбда равном минус единице на p оно должно совпадать со всем пространством с классическим hp и там требуется вот это чтобы норма была конечна на всех прямых для s больше нуля горизонтальных вещественной оси. Но как мы увидим дальше это действительно совпадает. Итак, справедлив следующий аналог теоремы 1 по отношению к LP пространства. Ну, теорема 3. Оператор Каши и ограничен из LP лямбда в HP лямбда при лямбда между нулем и минус единицы. Функция из HP лямбда когда лямбда между нулем и единицей вернее функция принадлежит этому пространству HP лямбда с лямбда между минус 1 и 0 тогда и только тогда когда угловые предельные значения существуют почти всюду образуют функцию из LP и лямбда и сама функция фи восстанавливается интегралом типа Каши формулы Каши ну в частности из этой теоремы следует что при лямбда равном минус единицы на P HP лямбда совпадает с классическим пространством Харди полуплоскости ну вот из при тех условиях которые мы наложили на функцию R от T видно что она принадлежит LP минус 1 то есть вот с такой асимптотикой на бесконечности она принадлежит даже CMU минус 1 и тем более LP минус 1 и поэтому мы будем искать решение нашего сингулярного уравнения в пространстве HP лямбда где лямбда находится между минус 1 и нулем ну поскольку у нас модуль R0 я напомню что R0 получается из R умножением на осциллирующий множитель E в степени и XT по модулю он меньше единицы если этот модуль меньше единицы то R0 AT меньше или равно Q меньше единицы на всей прямой и как я уже говорил уравнение задачи Маркушевича была исследована Боярским ну немножко в других пространствах но тем не менее это сути не меняет а вот в общем случае когда R0 по модулю может быть равно единице этот вопрос был открытым ну хорошо известно что вместо задачи Маркушевича часто рассматривают задачу линейного сопряжения с матричным коэффициентом то есть если мы не будем мы каждую из функций φ1 и φ2 продолжим доопределим в нижней полуплоскости вот по этой формуле то и наше соотношение заменим еще добавим комплексно сопряженным то вот эту связь мы можем записать вот в такой форме для вектора φ с такой матрицей ж и конечно пользуясь представлением фи плюс минус фи минус по прежнему введем вектор функции фи представим интегралом типа каши и тогда получим сингулярное уравнение уже классического вида для вектора фи с обычным интегралом типа каши уже без комплексного сопряжения определитель этой матрицы равен минус единице на бесконечности она стремится к минус единице и к нему можно применить классическую теорию сингулярных уравнений ну вот современная есть правда непереводная книга 86 года Михлина и Присдорфа где теория этих уравнений хорошо изложена но возникает вопрос вообще говоря единственное существование будет при условиях некоторых условиях на вектор функцию ж и соответственно открытый вопрос будет ли это уравнение единственное решение поэтому мы будем исходить после того как какие-то качественные свойства предполагаемого решения изучим потом будем вернемся обратно к сингулярному уравнению от задачи Маркушевича вот что можно сказать по поводу нашего сингулярного по поводу нашей задачи линейного сопряжения пользуясь некоторыми известными результатами задача линейного сопряжения Фрид Гольмова вот в этом классе функции из h пылянда подчиненные вот условия симметрии при выполнении это условия симметрии наша задача линейного сопряжения эквивалентна задачи Маркушевича ее индекс равен нулю более того ядро этой задачи не зависит ни от p ни от лямбда то есть принадлежит пересечению этих пространств если правая часть нашей задачи линейного сопряжения принадлежит локально удовлетворяет условию Гольдера то этим же свойством обладает и решение нашей задачи линейного сопряжения ну и конечно как я уже сказал силу эквивалентности эти условия эти свойства а и б утверждения можно переформулировать по отношению к решению задачи Маркушевича да я буду иметь ввиду спасибо и вот главный результат состоит в следующем пусть функция r принадлежит нашему классу c1 мю дельта где дельта находится между минус 2 и минус 1 удовлетворяет условиям теоремы 2 то есть по модулю при к не равном нулю r от к по модулю меньше единицы и выполнены условия симметрии вторая производная от модуля r в нуле отлично от нуля тогда уравнение n однозначно разрешимо в классе lp лямб значит два слова о методе доказательства значит мы будем конечно если модуль q меньше единицы то в пространстве поскольку оператор s пространстве l2 имеет норму единицы то оператор наш очевидным образом будет однозначно разрешим потому что норма оператора t будет по модулю меньше единицы а поскольку пространство l2 это l2 минус 1 вторая он входит в наше семейство пространств и поскольку ядро не зависит от ни от p ни от лямбда то поскольку оно нулевое при случае l2 то оно будет нулевое при любых p и лямбда это вот доказывается однозначная разрешимость нашего уравнения предположение что модуль q меньше единицы модуль r меньше q меньше единицы а вот это вот та находка которая позволяет обойти наиболее сложный случай когда модуль r в нуле равен единице потому что если мы вот дана функция а от который удовлетворяет тем же условием что r тогда существуют такие эпсилоны q по модулю положительные по модулю меньше единицы что вот эта вот разность а1 которая вот здесь написана уже будет по модулю меньше q меньше единицы на всей прямой и это позволяет нам задача маркушевича вычесть вот это слагаемое и в результате вот такого простого приема свести к случаю когда модуль q меньше единицы ну я кажется уже перебрал время поэтому благодарю за внимание я не буду дальше продолжать потому что это была главная часть моего выступления спасибо спасибо я не знаю что это не знаю что это Необходимые и достаточные условия приведены в основной теореме Фадеева-Марченко. А это только достаточные условия. Ведь мы должны еще... Там же есть очень тяжелые условия, чтобы преобразование Фурье от функции R было суммируемо, непрерывно дифференцируемо и еще интегрируемо с весом. И это накладывает очень жесткие условия на дифференцируемость функции R и на асимптотику на бесконечность. И вот мы выделяем достаточные условия, которые это обеспечивают. Да, но тут еще требуется большая работа. Надо вот ту задачу линейного сопряжения подробно исследовать асимптотику в критическом случае, когда лямбда равно минус единице, потому что потом надо будет искать преобразование Лапласа, и там очень много еще тонкостей остается за кадром.